Музыка Люди задыхаются в квартирах, дома разваливаются, крыши текут, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Музыка Задыхаются в собственных квартирах. Жители поселка в Павловском районе страдают от стаи собак, которую приютил сосед. Вот, видно что-нибудь, нет? Больше я не смогу. Запах, конечно, хороший у нас оттуда идет, вообще невыносим. Он, видите, что лежит? Ну, туда просто капаем, вот, гвоздику массу, ну, вот эти, чтобы она, запаха не было. Штраф за подкармливание птиц коммунальщики предложили наказывать рублем за любовь к братьям нашим меньшим. Ну, или, как они сами выражаются, за нарушение порядка проживания. Жители в шоке. Кормят, они заботятся о животном. Все же в этом плохом. А то, что они немножко гадят, но дождь смывает, все. В шаге от трагедии жители села Санниково Первомайского района экстренно отключили от голубого топлива. Причина – утечка газа. У меня закружилась голова, вот я потеряла сознание. Инсульт поставили, ишемический. Мы МЧС, они измерили, а оказалось, там это огромное количество угарного газа. Любовь – это, конечно, чувство прекрасное, но никогда от нее страдают все. Так житель Павловского района приютил в своей квартире с стаю собак. Но, по словам местных, держат их в полной антисанитарии, из-за чего страдают и животные, и соседи. Запах, конечно, хороший у нас оттуда идет, вообще невыносимо. Видите, что лежит? Мы туда просто капаем гвоздику масла, чтобы запаха не было. Тут вообще, ну, потому что он их гулять не вводит. И вот представьте, все, вот эта вот вонь вся идет к нам. Семь лет жители дома с Кемеровской 4 задыхаются в квартирах. Всему виной сердобольный сосед, который приютил в квартире стаю собак и кошек. Но только должного ухода, по словам людей, за животными не обеспечил. Ему уже писали, иметь, яйца можно закрою. Невыносимо, да? И вот, кстати, у нас у младшего, вот у меня у внука у младшего, у него аллергия. И вот, кстати, вот этим дышит ребенок, постоянно соплями, постоянно. Ему говорим, вы уберите собак хотя бы, ну, ну, представляете, однокомнатная квартира, пять собак и шесть кошек. И гулять не ходит. Содержит не как домашних животных, а как домашний скот. У меня дочь ходит только со мной. Боится. Я хожу, встречаюсь со школой. Детей встречаем. Вот буквально год назад я не могла с месячным ребенком подняться на руках и с дочерью приклеиться. На детей лично я видела, как они кидываются на детей. Вот здесь мальчик шел, и она кинулась, это собака. Ну, он сейчас смеется. Он одну держит на поводке, значит, без намордника, а это просто так бегает. Это вот он месяца два только их не выводит, а он ходил с ними, а не кидали. Собаки не виноваты, конечно, мы это тоже прекрасно понимаем, что хозяин виноват. Посмотреть, в каких условиях содержатся животные и пообщаться с хозяином мы попробовали. Но дома мужчины не оказалось. Дверь открыла его сожительница. У нас раньше была одна собака, а сейчас их уже восемь здесь. И вот я даже не знаю, у него, наверное, крыша поехала, и ничего. Они так-то не агрессивны, но вот к нам лично уже сколько, никто не может зайти. Вот туда проходят, сегодня начинают гавкать. Видите, постучали, я их не могу удержать, чтобы кого-нибудь запустить туда. Они даже дверь зают открыть, не получат. Ну как, вон, одну, видите, ну ничего. Вот, видно, что я не вижу? Нет. А больше я не смогу, а не будет. Ну все, 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 все. Кстати, этажом ниже, под квартирой с собаками проживает пожилая бабушка. Ее квартира уже давно пропиталась едким запахом от животных. Видите, все, он просачивается. Скажите, пожалуйста, как вы здесь живете, вот в таких условиях? Тихоньку терпение надо, терпение и терпение. Больше ничего. Вы показывали соседу этому, который держит собак, потолок ваш? А как же я не показывал? Сказал, это у меня кошки. Легли он там на эту, на шкафы и тисели туда. Жители неоднократно жаловались на собачника в региональный Роспотребнадзор, полицию, администрацию поселка. Но пока без особых результатов. Меры, кроме административного наказания, то есть штрафов, и собеседовали, ну мы ничем не можем наказать. По закону конкретно нет количества животных в квадратный метр. Ну не указано. Получается, что собак мы охраняем, кошек мы охраняем, а людей охранять некому. Обращаются жители и в приюты, чтобы те забрали животных, но тоже пока безуспешно. По словам сожительницы собачника, мужчина пообещал в очередной раз вывезти животных из квартиры, оставив лишь одну собаку. Однако люди не верят очередному обещанию и уже подумывают подать на сердобольного мужчину коллективное заявление в суд. Следующий наш сюжет тоже о любви. Только не к собакам, а к птицам. Многие барнаульцы подкармливают крылатых. Но есть и ярые противники. Так некоторые управляющие компании настаивают на том, чтобы птицы добывали себе корм сами. Это объявление от управляющей компании облетело социальные сети чуть больше недели назад. Специалисты УК и Ушкомсервис сообщили о штрафах за подкармливание. Вы только вслушайтесь, птичек, мол, всех не накормишь, а продукты жизнедеятельности никому не нравятся. На коммунальщиков обрушилась волна негодования. Жители объяснили, насколько важно кормить братьев наших меньших. А кормить, я думаю, их очень нужно. Ну, от кого они еще получат? У них нет денег, они как купят себе еду. Где-то, наверное, в 10-х числах марта обнаружил я такое обращение к людям. Не надо кормить птиц, снимите кормушки, они тут везде гадят, пускай ищут корм в лесу. Это меня очень сильно возмутило, как будто там в лесу все для них жду. После волны возмущений в интернете, говорит Сергей, объявление, запрещающее подкармливание, экстренно исчезло. Когда появилось вот это вот обращение, сразу исчезло объявление. Видать, наверное, они поняли, что что-то сделали не так. Кормят, а не заботятся о животных. Что ж в этом плохого? А то, что они немножко гадят, но дождь смывает все. Сергей говорит, что хорошо бы, чтобы в городе появилось больше кормушек. Раньше было чуть ли не в каждом дереве. Кто-то для себя кормушку выходил там с ребенком накормить, а тут куда-то они все поддевались. Неравнодушные жители Барнаульского пригорода призывают не только подкармливать крылатых, но и по возможности сооружать для них кормушки. Если, конечно, никакая управляющая компания вновь не потребует их снять. Плиточки все купили, у кого скороварочка, чайнички. Вот так и жили, кормились, мылись. Все поотрезали, трубы вообще вот так вот там отрезали. Не на улице отрезали, и дома отрезали все. Ну ладно, вот у нас еще мы взрослые, а вот у кого маленькие детишки, что делать? Они через каждые пять минут то ням-ням, то пописали, то покакали. О том, что сотни человек остались без голубого топлива, мы рассказывали в рамках новостей на прошлой неделе. В одном из домов в селе Санниково Первомайского района произошла утечка газа. Одна из жительниц чуть не погибла. У меня закружилась голова. Вот я потеряла сознание. И сорт поставили, ишенический. Мы МЧС, они измерили, а оказалось там огромное количество угарного газа. По избежании трагических случаев газовщики перекрыли подачу топлива. А между тем жители попали в настоящую ловушку. У них не только нет возможности приготовить еду, но и помыться. Воду жители нагревали с помощью газовых котлов. Надо помыться, а бабушке 83 года, в апреле будет 84. Куда я ее потащу? Как? То я в ванну набрал, помыл, ее помог помыться. А сейчас вот и самому 83. Вот так вот и живи, как хочешь. Специальные проверки показали, что показатель вредных веществ превышен и в соседних многоквартирных домах. Пожарники, газовщики, которые быстренько прошли, через квартиру проверили стояки, да, наши. И получилось так, что в одной квартире по одному даже стояку есть тяга, в другой квартире нет. То есть у нас проблема может быть даже совсем другая. Но нас даже спрашивать не стали, не сделали заключение контрольное, не проверили все квартиры, все подъезды абсолютно. Нас просто вырубили, если видите, у всех подъездов вырублен просто газ. В управляющей компании, которая обслуживает дома, удалось выяснить, в чем причина масштабной утечки газа. Вся проблема в том, что крыша построена с нарушениями огромными. Все выведены, все дымоходы выведены под крышу, а не на крышу, как положено. Вот в этом вся проблема. И сколько домов так сконструировано? Да практически все, где шифровые крыши. А это значит, что угарный газ не выветривается, а задерживается в доме. В результате люди и травятся. Чтобы вернуть голубое топливо, нужно реконструировать кровлю. Удовольствие не дешевое и долгое. А между тем, глава Санниковского сельсовета пояснила, что уже направлено обращение в прокуратуру и госинспекцию края. Юристы, в свою очередь, советуют жителям требовать компенсацию ущерба от виновников, которые допустили нарушение при ремонте крыши. Можно будет обратиться за защитой своих прав в законном порядке, в законном предусмотренном порядке, направить претензию виновнику произошедшего и, возможно, напрямую подрядчику, либо субподрядчику. Если ответа не последует, или там восполнение, так сказать, понесенных страданий, ущерба, может быть, который мог возникнуть, то такие вот граждане могут обратиться за защитой права уже в судебном порядке. В конце прошлой недели дом под центральной 118 начали вновь подключать к газу. Но лишь плиты люди по-прежнему без горячей воды. Вопрос по частичной газификации остальных двух многоэтажек еще прорабатывается. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала ТОНК, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!